Вот в этой 13-метровой фуре из португальского города Вилла-ду-Конди в Барнаул прибыл спортивный инвентарь. Байдарки и каноэ, изготовленные по самым современным стандартам. 8 тысяч километров и почти две недели в пути, российскую часть которого одарел белорусский дальнобойщик Виктор Махало. Люблю ездить на большие расстояния. Ну, дорога сложная, сложность тоже нужна нашей профессии. По сравнению с остальной Россией, сколько ни проехал, дороги довольно хорошие у вас. Высокая оценка состояния алтайских дорог на фоне остальной России дорогого стоит. Но и груз в этой фуре далеко не рядовой. Каждая из 72 доставленных лодок оценивается примерно в полмиллиона рублей. И это первая часть той партии, которую мы поставляем. Попали все-таки благодаря фонду поддержки олимпийцев России, который выделил средства на приобретение лодок. Это все не бюджетные средства, это средства частных пожертвований. Всего в Барнаул по заказу фонда олимпийцев России прибудет около 300 лодок. А это не менее четырех рейсов для такой фуры. Все эти лодки будут задействованы во втором этапе Кубка мира по огребле на байдарках и каное, который состоится у нас в Барнауле 20-23 мая. Первый этап Кубка мира пройдет в венгерском городе Сегет с 12 по 16 мая. А поскольку за четыре дня между двумя этапами доставить все лодки из Европы в Барнаул нереально, было решено заранее начать перевозку сменного спортивного инвентаря. Часть лодок навсегда получат алтайскую прописку. 108 лодок ориентировочно останутся в Алтайском крае. Остальные будут переданы в сборные команды Российской Федерации по огребле на байдарках и каное. Лучшие условия нельзя придумать или представить, потому что лодки самые лучшие в мире на данный момент. Тренировки на этих ультрасовременных спортивных снарядах будут проходить не только в Барнауле, но и в Бийске, Павловске, а также некоторых сельских районах, где есть соответствующая база. Константин Ганов, Сергей Седых. Новости.